Добрый вечер, господа. Это Финам.ФМ. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время». В первом часе, как всегда, с 19 до 20 гость в студии прямого эфира. Те, кто смотрит прямую веб-трансляцию на портале финам.фм, тут уже видят моего гостя. Для радиослушателей я сохраню чуть-чуть, буквально несколько секунд интригу. В следующем часе с 20 до 21 обсуждаем итоги дня. Сегодня я выбрал четыре темы. Ну, две темы скоррелированы между собой. Две касаются, в общем-то, большой политики. И все это мы будем обсуждать с вами в интерактивном режиме. Я напоминаю, средства коммуникации, многоканальный телефон для звонков 6510996, код Москвы495. И наш портал в интернете финам.фм для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Но прежде чем представить моего гостя, очень интересного гостя, и темы, которые мы будем обсуждать, крайне важны и крайне принципиальны, я хочу поздравить всех слушателей финам.фм, всю Москву, всю Россию, всех тех, кто слушает нас в удобном для себя месте с победой. Россия, Литва, матч мужских сборных, баскетбол 83-72. И после гигантского перерыва мы вновь в полуфинале. Так что вперед, Россия! Я надеюсь, только на золотые медали. Реальное время на финам.фм. Ну а прямо сейчас, в реальном времени, Никита Кричевский, председатель экспертного совета опоры России, доктор экономических наук. Никита Ратвить, добрый вечер. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, бесподобный Юрий Алексеевич. Ну, так, вот без этих реверансов, да, я же тоже могу начать подобным образом. Я уже все сказал, Юрий Алексеевич. Никита, я хочу начать наш разговор, если позволите, да, с темы, которая активно обсуждалась накануне, вообще за эти сутки. Это обращение лидера машины времени Андрея Макаревича к господину президенту. Как известно, Владимир Путин ему ответил вчера, отослав или послав его к представителям бизнес-сообщества. Андрей Макаревич, в общем-то, пеняет на коррупцию, которая выедает уже государство российское, и утверждает, что откаты в России уже достигают 70%, а в отдельных случаях, вот если его процитировать, 95%. Вчера очень много было комментариев, да и сегодня они продолжаются, что вот, мол, если Макаревич такой умный, то почему примеры не привел? Ну, вот рассказал бы, где конкретно 95% составляют откаты за бюджетные контракты. Я хочу услышать мнение профессионала, экономиста. Все-таки на сегодняшний день, насколько имеют под собой почву и основание те заявления, которые сделал пусть и музыкант, пусть и эмоционально, но от чистого сердца, и вот этот посыл господина президента к бизнес-сообществу. Ваш взгляд. Юрий Алексеевич, по поводу чистоты помыслов Андрея Вадимовича, давайте оставим этот вопрос за скобками. А для вас и для наших слушателей я хотел бы сказать, прежде всего, дорогие мои слушатели, Юрий Алексеевич, Андрей Вадимович очень обидчивый человек. Нужно быть максимально, предельно аккуратным и корректным высказыванием в отношении Андрея Вадимовича. Следующий тезис. Мы с вами, Юрий Алексеевич, выросли на песнях «Машина времени». Для нас это культовая группа, что, тем не менее, не ставят крест или шлагбаум на обсуждение последнего поступка Андрея Вадимовича. И, наконец, третий момент. Андрей Вадимович, народный артист России, кавалер орденов, российских орденов, человек, который неоднократно встречался с Путином, ручкался с ней, и, как видно, в предыдущие периоды его все устраивали. Вдруг ни с того ни сего... Накипело. Не будем касаться глубинных причин. Это домыслы, конспирология. Будем говорить о фактуре. Накипело. Выходит Андрей Вадимович и говорит, Владимир Владимирович, а вы знаете, что раньше отката были до 70%, а сегодня до 95%. И тут я выпадаю в осадок. Мне становится интересно, как это так, дорогой товарищ господин Макаревич? Если у вас сумма подряда госзаказа 100 миллионов рублей, а вы должны отдать 95 миллионов рублей, да еще заплатить определенную сумму за транзакции, чтобы эти деньги перевести, как вы можете за менее чем 5 миллионов рублей выполнить тот объем работы, который должен быть по документам оформлен как 100? И я не нахожу ответа на этот вопрос. Да, безусловно, в разных отраслях разные нормативы, в кавычках, подношения. Средний норматив, если мы берем производственную сферу, например, инфраструктуру, дорожную инфраструктуру, составляет порядка 20-30%. Это я говорю как человек, который непосредственно общается с руководителями предприятий, получающих заказы от госкомпаний. Если мы берем непроизводственную сферу, например, сферу образования, сферу науки, культуры, искусства, там величина откатов действительно может доходить до 70%. Здесь я с Андреем Вадимовичем абсолютно согласен, потому что что такое, например, научно-исследовательская работа? Это 100-150, ну хорошо, 250 страниц машинописанного текста 14 кеглем через полтора интервала. Я сам неоднократно выполнял НИРы, и я знаю, о чем говорю. Я не платил откаты, могу сказать сразу. Я ограничивался подарками тем, кто был ответственный за распределение заказов. Все же бывают разные. Да, ну это были весьма и весьма скромные подарки. Но это были подарки. Это были знаки вежливости, Юрий Алексеевич. Это не были бриллиантовые колье, часы за 50 тысяч евро и прочее, прочее. Это были какие-то сувениры. Сувениры недешевые, но тем не менее они укладывались в рамки подарков, ну, к примеру, к дню рождения. То есть ничего сверхъестественного. Цветы и небольшой сувенир. Здесь я понимаю, 70% вполне. Но где 90-95, убей, не пойму. А может быть в тех случаях, когда контракт является чистой формальностью? То есть его исполнение, оно может быть прикрыто, я не знаю, маневрированием тех же самых чиновников и бизнесменов, с которыми они поделили эти деньги. Юрий Алексеевич, я как человек имеющее отношение, не только к макроэкономике, но и к практическим финансам, в том числе финансам теневой сферы, весьма-весьма опосредовательно, как наблюдатель. Могу вам сказать, что величина комиссии за обналичку бюджетных средств составляет по Москве в среднем порядка 10%. Не 5 в 5 не уложишься, а 8 в 10. А дальше решайте. Если вы берете фальшзаказ на 100 миллионов, как вы можете отдать обратно 95? Вы просто автоматически подставляете того, кто будет подписывать документы. Ну, можно согласиться, что, допустим, Андрей Макаревич преувеличил, да, значит, хотя он утверждает, что ему этот факт известен, да, может быть, стоит и опубликовать ему данные материалы, а может быть, и не стоит, я не знаю. Но сам факт, что мы допускаем от 20 до 70% отката за бюджетные контракты, это разве не ужас? Это разве не опасность для той же власти, которая получается, даже проблема не в коррупции, а в том, что они срослись в единое целое? Ваш гнев справедлив. Я не гневаюсь, я просто хочу... Но это правила игры, установленные не бизнесом, установленные государством. Бизнес в твиттере Андрей уже и пишет. Зачем спорить о величине откатов? Важен сам принцип такого подхода. Абсолютно правильно. И 1% отката, это же наши деньги, пишет Андрей, как налогоплательщикам. Не 1%, а обед в ресторане с тем, кто распределяет эти госзаказы, это уже посягательство на коррупционное преступление, как минимум. Что же касается ответа президента России Владимира Путина, то меня задело две сентенции, которые я услышал. Первое, это то, что те, кто обозначают проблему коррупции в России, как правило, цитирую не точно, не могут предложить эффективные способы противодействия. Практически, да, прямая цитата. Сегодня в Московском комсомольце, пока это на сайте, завтра выйдет в бумаге, я написал ответ, где, в частности, привел в пример свою публикацию 5-летней давности, если мзда мать родна, где был проведен исторический экскурс, где осуществлен весьма и весьма подробный анализ текущей ситуации с коррупцией, а главное, были высказаны предложения, в том числе на основе международного опыта. Но и это не все. На сайте МК уже на протяжении 5 лет висят извлечения из альтернативного законопроекта о противодействии коррупции за моим авторством. Вот об этом поговорим более подробно сразу после краткого выпуска новостей. Я напомню, здесь у нас в реальном времени Никита Коричевский, представитель экспертного совета опоры России, доктор экономических наук. Звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495, пишите на финам.фм. Я подключил свой личный аккаунт в Твиттере, так что можете туда писать все средства связи к вашим услугам. 19 часов 17 минут, это реальное время в финам.фм. Никита Коричевский сегодня отвечает на мои ваши вопросы. Звоните, пишите. Прямая веб-трансляция на портале финам.фм. Никита, так вот продолжим эту тему о пятилетнем проекте, который вы разработали, который разместили в публичном пространстве. И ничего. Может быть, это не стоит того, чтобы замечала власть? Уж простите за мой циничный вопрос. Не в этом дело. Я понимаю, что господин президент ежедневно не читает московский комсомолец, но у него есть помощники. Те, кто составляют ему дайджесты, свежий пресс. Да, господин президент потом эти папочки читает. Конечно, они наверняка обратили на это внимание, но не стали вкладывать этот текст на то, чтобы президент с ним ознакомился. Очень хорошо. Очень хорошо. Я на это не рассчитывал, потому что не для президента пишу. Для общества, для народа, для людей. Для людей. И как людям? Я считаю себя в определенной степени специалистом в области макроэкономики, в области самых разных сфер экономических отношений. А коррупция, на мой взгляд, как экономиста, это без всякого сомнения сфера экономики. Хотя эта отрасль не то чтобы коррелирует, а испытывает конвергенцию по отношению к праву. Но, тем не менее, там есть совершенно четкий экономический посыл, который называется деньги. А если говорить более общее, имущество. Так вот, этот законопроект на протяжении пяти лет висит на сайте МК. Никаких вопросов, никаких проблем. Более того, в той публикации я писал, что если властный законопроект о противодействии коррупции будет принят в том виде, в котором он тогда обсуждался в обществе, пользы от него никакой не будет. Это все есть в сети, это можно прочитать хоть сейчас. Было бы желание. Прошло 4 года после принятия закона о противодействии коррупции, пользы от него действительно никакой. По причине? Стало только хум. По причине? Потому что он беззубый, потому что он бесполый, потому что он никчемный, потому что когда его принимали, проблемой была не борьба с коррупцией, а пиар тех, кто стоял за его принятием. Один из них, Михаил Игнатьевич Гришанков. Помните такого депутата от Единой России? Я его лично не знаю, ничего не имею против. Очень хороший, по всей вероятности, человек. Даром, что человек дослужился до попахи, он, насколько я знаю, полковник запасов. Кем сейчас является Михаил Игнатьевич Гришанков? Первым зампредом Газпромбанка. Всего лишь. И я, да, я полагаю... Но люди продвигаются. Не последнюю роль в его продвижении сыграла как раз компания по принятию закона о противодействии коррупции. Но сейчас другие депутаты, например, господин Луговой, господин Лысаков и другие... Господин... Все, полный аут. Не помню я токаря, который стал депутатом. Трапезников. Да, Трапезников. Все-таки еще память есть. Предложили очень зубастый законопроект. Они, правда, его не опубликовали вот в таком широком обсуждении. Знаешь, как документа нету, да, его уже обсуждают все. Это как про женщин, про футбол там, ну, и про погоду, да. Так вот, там действительно, ну, на первый взгляд, кажущиеся зубастые такие идеи. Давайте запретим им, считаем им за рубежом. Это, в смысле, элитарная часть общества, да. Давайте запретим. Вот сегодня, по-моему, Лысаков где-то объявил о том, что надо их детям запретить учебу за границей, да. То, что нарушение прав вообще гражданина России в 18 лет. Бред силы кобыла. Совершеннолетие. Дело не в нарушении, Юрий Алексеевич. Дело в том, что... Я тебе рассказываю, да, о том, что я как журналист обязан транслировать общество. Ребята, вот у вас такие депутаты, да. Они предлагают вот такие идеи. Ну, вы пригласите меня на эфир. Я им задам только один вопрос. Никит, вы в эфире. Ваш ребенок, вместе с ними, ваш ребенок закончил бакалавриат. Например, в одном из ведущих экономических вузов. Не принципиально в каком. Он имеет право... Ну, начнемо. ...закончить магистратуру в любом вузе. Не обязательно российском. И сын ли, дочь ли, сенатор ли, депутат ли, президента ли. Абсолютно не важно. Если он проходит по критериям, он имеет право закончить обучение хоть в Оксфорде, хоть в Гарварде. Ради бога, милости просит. Так, а на кого рассчитаны вот эти вот все инициативы, я и так мягко и красиво называю. Полагаю, что популизм чистой воды, но, на мой взгляд, популизм полезный, Юрий Алексеевич. В чем? В том, что вы переоцениваете умственные способности нашего чиновничества. И вы по наивности полагаете, что они уже отказались даже от офшоров. Они уже в Швейцарии, в Лихтенштейне, в Люксембурге. Они уже в абсолютно легальном европейском поле, например, в Германии или в Австрии. На самом деле, вы глубоко ошибаетесь. Полно тех, кто открывает счета на себя, кто регистрирует офшоры на себя, кто покупает недвижимость на себя. То есть они даже не используют слепой траст? Идиоты! Юрий Алексеевич! Я молчу. Вы молчите? Я молчу. Вы молчите? А это что? Это вот наглость? Это потеря совести или такие патриотические понятия? Скудаумие. А. Скудаумие. Поэтому я полагаю, что законопроект, хоть и популистский, но полезный. Но полезный. То есть по шаловливым ручкам отдельных товарищей? Если нас с вами пригласить в финансовые консультанты того или иного, замглавы управы или директора инженерной службы одного из московских районов, то мы с вами будем зарабатывать неплохие деньги. Ну, у них голова не доходит до того, чтобы позвонить в эфир и сказать, Юрий Алексеевич, Никита Александрович, давайте завтра встретимся в кафе и поговорим по поводу моих финансовых инсинуаций. Скудаумие. Вот определение нынешней речи. И еще один момент, если возвращаться к ответу президента Путина на письмо Макаревича, последний, это то, что Путин посоветовал Макаревичу написать аналогичное письмо бизнесу. Да. Вот с этим я категорически не согласен, потому что, повторюсь, отмотаем чуть-чуть нашу беседу назад, правила игры в экономике задает не бизнес, а государство. Неужели Путин думает, что подлый предприниматель спит и видит, как кому-нибудь, кроткому чиновнику, в существу взятку? Честному. Да. Неужели он действительно так думает? Ведь бизнес встраивается в те правила игры, которые установлены не им. А вы думаете, президент так-то и себя реально думает? Да нет, конечно. И вопрос-то в том, что чиновничество фактически приватизировало властные полномочия, данные ему нами, и использует их как неконкурентное преимущество в процессе получения дохода. И это неконкурентное преимущество всегда будет приводить к тому, что бюрократия будет выигрывать, а общество, в том числе предприниматели, проигрывает. Пиши письма, не пиши. Давайте напишем хоть завтра. Обращайся, не обращайся. Давайте напишем хоть завтра, что это изменит. Хорошо. Вот обращение Макаревича, которое многие неоднозначно восприняли, я положительно все-таки воспринял, потому что, вы знаете, Алексей Навальный, это замечательно, но кто-то же еще должен поднимать эту тему. Даже если получая информационные дивиденды, здесь я уже как цинично... Юрий Алексеевич, давайте не будем упоминать в эфире фамилию самозванца Алексея Анатольевича. Что так? Давайте не будем, потому что у меня, например, большие сомнения, что он искренен и бескорыстен. Никита, а я хочу продолжить свою деятельность. А почему вы так считаете? Вы первый человек, который решился в моем эфире вот так вот сказать. Субъективное оценочное суждение, Юрий Алексеевич. Личное. Да, я со своей малюсенькой колокольней полагаю, что господин Навальный далеко не бескорыстен и далеко не безгрешен. Иначе он не был бы окружен таким пиаром, таким флером, он бы не обладал такими ресурсами для масштабного ведения своей деятельности, начиная с офиса и 70-тысячной зарплаты своим сотрудникам и заканчивая джипом и охраной, которая неотступна, следует вместе с ним. Хорошо, это Никита Кричевский, «Реальное время. Финал МФМ». Фамилию господина Навального мы не будем вспоминать впредь, по крайней мере, в наших разговорах. Всу я всу. Ну, я поставлю многоточек, потому что боюсь сорваться. Никита, но я хочу все-таки вернуться к моменту того, кто реально управляет этой ситуацией. Если Макаревич обратился к президенту, и многие это восприняли, знаете, как там обращение к царю, да, самодержавцу. Ух, тихомирь, усмири своих бояр. Ну, вот эти издевательские комментарии я видел везде, в LiveJournal, в Twitter, в Facebook там и так далее. Никита, я хочу с другой стороны зайти, а Путин-то реально может повлиять на эту ситуацию? Ну, вот не этим посылом там, иди в бизнес, пиши им обращение. Здесь мы с вами возвращаемся к моей публикации пятилетней давности, и к тому закону-проекту, который почил Бозе. Я там предлагал создать специализированный орган подотчетный напрямую президенту по противодействию коррупции. Кстати говоря, настоятельно рекомендованы ратифицированными Россией международными конвенциями. И в качестве примера, в статье это тоже есть, но не будем пиарить Никиту Александровича, он в пиаре не нуждается, а взять опыт Сингапура, конкретно бюро по расследованию случаев коррупции. Авторитарнейшее бюро, но бюро, которое за 25 лет привело Сингапур в статус одной из крупнейших финансовых держав мира. Это во-первых. А во-вторых, страна, которая еще 20-25 лет назад завозила не только пресную воду, но даже строительный песок, поднялась по рейтингу минимизации коррупции на одно из первых мест. Она вошла в первую пятерку. Почему этого сделать нельзя в России? Разговоры о том, что конкурс в эту службу будет запредельный, это то же самое, что судить людей по себе. Но все-таки в чем функционал такого органа? Они имеют право без суда проводить расследование в соответствии с законом, об этом бюро. Проводить расследование, задерживать, смотреть, залезать в любые финансовые и прочие документы не только чиновника, но и его родственников, а также деловых партнеров. Они могут самостоятельно приводить расследование к суду, и прецедентов в Сингапуре была масса. В том числе один из самых известных мировых в мире прецедентов, это то, что тюремному заключению подвергся брат автора «Сингапурского экономического чуда» премьера Ли Куангю. То есть посадили брата, не то что министров или судей, брата посадили. Но получается, Никита, тогда в этой ситуации все зависит от персоны, которая во главе стоит. Поэтому эти люди получают зарплату на уровне топ-менеджмента крупнейших сингапурских корпораций, имеют огромный социальный пакет, и разговоры, я их предполагаю, о том, что, ну, если он получает миллион долларов, а ему предложат два, это лука стучистой воды. Потому что, дорогие мои слушатели, не все в нашей стране и в этом мире мирится деньгами. Как нас 20 лет учат либералы. Никита, ну, еще раз подчеркну, все тогда зависит от той персоны, в данном случае премьер-министр Сингапура, а в российском случае это президент России. Я же правильно понимаю, что орган силовой должен быть подчинен непосредственно президенту. Я еще раз повторяю. И начнется манипуляция. Я еще раз повторяю, что пишу я все это не для президента, а для людей. Люди должны знать правду. И еще для того, чтобы через какое-то количество времени я мог смело и открыто смотреть в глаза не только собственным детям, но и меня окружающим. То есть вы считаете, что... Когда бы они спросили, а чем ты занимался, Никита Александрович, когда здесь была такая засада? Прервемся на краткий выпуск новостей. Никита Кричевский сегодня в реальном времени. 19 часов 31 минуты. Это реальное время на Финам. ФМ. Сегодня у нас с вами в гостях Никита Кричевский, представитель экспертного совета опоры России. Ваши звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Никита, то есть вы убеждены, что опыт Сингапура можно экстраполировать на российскую, нынешнюю российскую почву? Я убежден, что, во-первых, можно экстраполировать опыт Сингапура. Во-вторых, по ряду направлений совершенно не обязательно пользоваться даже зарубежным опытом. Давайте абстрагируемся от проблемы с коррупцией. Давайте поговорим о наших внутренних делах. Я, например, неоднократно говорил о том, что мы стоим перед возможным кризисом, ухудшением нефтяной конъюнктуры, как следствие снижением доходной части бюджета. И в связи с этим критически важной становится необходимость поиска и нахождения пути пополнения федерального бюджета. Я предложил три, как мне видится, наиболее очевидных способа решения этой проблемы. Первый. У нас до сих пор существует возврат НДС экспортерам. И это нравственная основа государственности. Что это такое? Это экспорт природных богатств, которые принадлежат всему народу. Это законодательная основа. А возврат НДС тем отдельным организациям, которые эту нефть добыли и вывезли. По деньгам, по данным Федеральной налоговой службы, по итогам прошлого года, начислено к возврату НДС 1 трлн 254 млрд рублей. При том, что планируемый дефицит федерального бюджета на следующий год порядка 1 трлн. То есть, трансформируйте, реформируйте систему возвратной НДС, и вы снимете все проблемы. Второй момент. Офшоры. Мои любимые офшоры. Это действительно любимая тема. Сумасшедший Минфин несколько месяцев назад предложил ввести налог на офшорную операцию. Ну, сумасшедший. У нас вся страна один большой офшор. Причем наполовину кипрский. А Минфин говорит, а давайте облагать тех, кто признается 9 процентами, а тех, кто нет, 20. Очень хорошо. Так вот, я посчитал. У нас по итогам прошлого года только прямые иностранные инвестиции в офшоры составили 44 млрд долларов. Из них 22 млрд долларов на тот же Солнечный Кипр. Если 44 млрд долларов обложить ставкой 20 процентов, то мы получим дополнительных доходов в бюджет порядка 300 млрд рублей. Почему этого нельзя сделать? И, наконец, третье. Тот самый, опять же, знаменитый толлинг. То есть переработка продукции, сырья, которая принадлежит иностранцам на российской территории с последующим вывозом готовой продукции. У нас бесспорный чемпион по толлингу, это компания Русал. У нее 89 процентов импорта проходит по толлингу и 90 процентов экспорта, опять же, проходит по толлингу. НДС за переработку не платится. 0 процентов. Это налоговый кодекс. Все об этом знают. Давайте введем 18 процентную ставку. Почему у него неконкурентные преимущества? А вы понимаете вот ответы на эти вопросы? Вы догадываетесь, Никит? Война придет, хлебушка попросишь. То есть когда денег станет мало, власть, которая, в общем-то, все это понимает и знает, не понаслышит. Она будет тянуть до последнего, но, опять же, повторюсь, люди меняются. Те, кто воспитывался в Советском Союзе, может быть, недостаточно компетентен в новой рыночной экономике, постепенно уходят. На смену приходит совершенно другое поколение. Этим людям, этим молодым ребятам нужно объяснять, нужно говорить о том, как это должно работать, как это должно быть. Чтобы они через какое-то время спросили, а почему у нас произошла девальвация, почему у нас в реальном исчислении не выросли пенсии и пособия, почему у нас не росли зарплаты бюджетникам, почему у нас погибла сфера образования, здравоохранения, науки, культура. А вы считаете, погибла? Фактически погибла, как государственное, как бесплатное, да. Все эти три направления. Как государственное, как бесплатное, да. Не три, а четыре. Образование, здравоохранение, наука, культура. Да, прости. Если мне кто-то расскажет о том, что у нас развивается бесплатное образование или здравоохранение, я буду очень рад, и я порадуюсь вместе с тем, кто это расскажет. Ну, да, наверное, где-то существует, но, как мне рассказывает моя матушка, она за простой приход к терапевту с трулей да положит. По собственной инициативе. Так же? Она может не класть, но тогда ее будут мурыжить, будут футболить из кабинета в кабинет, закроют перед ее носом дверь, сказав, что время-прием закончилось. Никаких проблем. Никит, вот мне нравится ваш крайне практически подход ко всем вопросам, да, то есть вы говорите первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое, всегда все раскладываете, да. Власть понимает, часть, скажем так, экспертов понимает, вы, ваши коллеги, может быть, их не большинство, но тем не менее. Общество вроде как заявляет о своих потребностях к переменам. Такое складывается чувство, что вообще ситуация заморожена. Заморожена даже не искусственно, а по доброму желанию всех трех сторон. Общество наше должно понимать. И все в ожидании нечто такого, что должно перевернуть все нынешнее статус. Общество наше должно понимать, что классической песне Цоя мы ждем перемен, это ложный посыл. Вы можете очень долго ждать и так и не дождаться. Кстати говоря, в отношении последующей истории России, после того, как прозвучала эта песня, она прозвучала в Асе, если мы с вами помним, мы были тогда совсем молоды. Так случалось. Ждать не надо, надо делать. Ждать придется очень долго. И еще один момент по поводу того, насколько долго, долгосрочно может быть нынешняя структура, нынешние парадигмы власти. В Бразилии в 19 веке власть меритократии, а власть меркантилизма, то есть власть торговцев, власть сырьевых экспортеров, власть купцов продержалась с 1822 по 1899 год. 77 лет. И только в 1899, а точнее чуть раньше, там начались кое-какие подвижки. То есть началось развиваться образование и так далее. Но 77 лет Бразилия жила в той ситуации, в которой сегодня находится Россия. И наверняка были те, кто говорили, так жить нельзя. 100% были. Ребята, будете ждать, попадете в ситуацию Бразилии. А может мы уже попали? Я имею в виду по протяженности. Ну 12 лет уже есть. 12 лет уже есть. Причем я не призываю. Прогнозируемо 18. Ни в коем случае идти на баррикады, ни в коем случае не выходить на площади, потому что вы уж меня извините, дорогие мои, но мы, выходя на площади, становимся пешками в чужой игре. Причем в игре грязной. Кому-то очень интересно. Кому-то очень хочется потрясти ситуацию в стране. Кому-то очень хочется что-то доказать президенту Путину. И он использует нас. И использует не только нас, использует некоторые средства массовой информации, о которых мы сейчас говорить не будем, Юрий Алексеевич, потому что есть и корпоративная этика. Но, тем не менее, это так. То же самое можно сказать и в отношении Алексея Анатольевича, фамилию которого, Навальный, мы договорились не называть. Что такое фигура господина Навального? Это письмо, это сообщение власти. Причем это сообщение пишется на его коже. На его коже. И ответ приходит через фигуру господина Навального. Неделю назад было его интервью на телеканале «Дождь». Я его смотрел. От начала до конца. Впечатление осталось ужасным. Господин Навальный, видимо, понял, что его ожидает. И при этом совершенно не обязательно правильные, честные, компетентные обвинения против него выдвигаются. Важен результат. Важен результат. Его, скорее всего, закроют. И это будет ответ на то сообщение, которое кто-то, причем эти кто-то, не госдеп, а наши, наши либералы, наши олигархи, отправили Владимира Владимировича. Владимир Владимирович получил это сообщение. И отправил его обратно. Когда ведущие спросили у Алексея Анатольевича, а вы насчет партии-то как? А он сказал, а никак. Вот там вот мои друзья что-то создают, а я не буду в этом участвовать, потому что тут же будут говорить партии Навального. Алексей Анатольевич, так ты голый. У тебя даже электоральной-то поддержки нет. О чем же ты можешь говорить? Ты можешь опираться на сетевых хомячков? Долго ли? Эти люди участвовали весной этого года в празднике непослушания. Праздник закончился. А мы этого не поняли. В этой связи вполне закономерный вопрос. Я напомню, слушали Никита Кричевский сегодня в реальном времени на финам.фм. Письма на финам.фм. Звонки на 65 10 99 6. На портале идет прямая веб-трансляция. Что делать обычному человеку, который живет, который имеет определенный доход, определенный статус, определенные обязательства перед семьей, как это не пафосно звучит, перед коллективом, в котором он работает. Но ведь есть люди, которые действительно, Никита, вот как вы приводили пример Бразилии, да, они говорят, ну я не хочу больше так жить. Меня достало, что 70% я должен отдать этой сволочи только потому, что она сидит в этом органе власти. Ну не 70, Юрий Алексеевич. Ну хорошо, вы приводили дорожное, да, 20-30%. Это первый нюанс. Как очень наш. А второй нюанс, очень часто сумма госзаказа не 100 миллионов, ну, к примеру, не 100 единиц, а 130. И ты отдаешь эти лишние 30. Так что здесь еще палочка-то о двух концах. Что же касается того... Только его кормят. Да. Что же касается того, а что же делать обывателю? Что же делать молчаливому герою? Знаете, я исхожу из того, что, повторюсь, деньги в нашей жизни решают далеко не все. Далеко. Для меня выше денег нравственность, этика. Для меня выше денег, выше общественного положения. Семья, близкие. Я, в конце концов, как человек, который стремится к гармонии с самим собой и делает максимум для того, чтобы этой гармонии достичь. Я тоже самое советую всем, кто сейчас нас слушает. И учтите, дорогие мои, что самое страшное, это если вы дадите себя использовать кому-то. Вы 20 раз подумайте, прежде чем участвовать в каких-то массовых мероприятиях. И не потому, что там придет ОМОН в латах, космонавты с дубинками, а потому что вы будете пешками. За вас кто-то получит те или иные дивиденды, причем совершенно не обязательно материальные. А те, кто заказывают эту музыку, давным-давно уже свои действия деньгами не меряют. А вот что касается нас с вами, у нас с вами жизнь одна. И у нас с вами и родина одна. Но начинать надо с себя. Свою позицию выражать как можно более активно, но при этом сделать все для того, чтобы вас не использовали. А потом не выкинули, как резиновое изделие. Дмитрий тут вот пишет у меня в аккаунте в Твиттере, что от как 95% есть в IT-сфере. Разработка баз данных, программного обеспечения, веб-сайтов. Цены там берутся с потолка без обоснования. Это вот Дмитрий Петрович. Если у вас госзаказ миллионов на 30 рублей, конечно, и с вас просят 95%, то 5% от 30, это Игорь Алексеевич, полтора миллиона рублей. Сколько стоит разработка веб-сайта? Сколько стоит разработка программного обеспечения? А если там не 30, а 50? Нет, ну просто понимаете, я вам зачитываю те письма, которые мне присылают слушатели, а я им доверяю, да, и по всей видимости Дмитрий работает в этой отрасли. Я согласен, что там действительно могут быть откаты до 95%, но у меня, как у человека на практике знакомого с финансами, в том числе с теневыми, возникает один большой вопрос. Ребят, а как вы собираетесь работать с этими деньгами, как вы собираетесь рассчитываться? Если плата за обнал, плата за трансфер, за транзакцию этих денег выше, чем за обнал обычный, например, от торговой деятельности. Она выше. Она выше, потому что риски больше. Риски больше. 8-10%. Вы идите на рынок, спросите. Минимум 8-9%. 8-10% это средняя ставка по Москве. Никита Кричевский. Сегодня в реальном времени на Финам.ФМ. После краткого выпуска новостей ваши письма и звонки. В 19.47 в российской столице. Реальное время. Финам.ФМ. Никита Кричевский. Наш сегодняшний гость. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Номер многоканального телефона финам.фм. Наш портал в интернете. Для ваших писем там же идет и прямая веб-трансляция. Можете звонить, писать. Единственное, Никита, я тебя тоже попрошу. Нет, вот если помахать, то вот эта камера сейчас работает. Лаконично, да? И буду просить также слушать. С удовольствием. У нас всего 12 минут осталось. Олег прислал только что письмо. Вот слушаю Кричевского и даже вопрос задать не могу. По одной простой причине. Практически все, что он говорит, пишет Олег, спорно, с моей точки зрения, задавать вопросы можно до бесконечности. Но это так, реплика. Виталий пишет, никто не даст себя использовать. А все ждут, когда ваша, я цитирую тебе письмо, ваша властная элита начнет бороться с коррупцией, откатами, монополизмом чиновничьих дружков хотя бы не менее эффективно, чем какой-то простой мужик Навальный. Вот я хочу на письмо Виталия получить от тебя ответ. Пожалуйста. Первое, ребята, вы просто поверьте, а поймете потом. Кричевский обращается в камеру сейчас. И второе. И второе. Вы меня можете обвинять в чем угодно. В принадлежности к властной элите, в продажности, в наймительстве на правящую верхушку. Ради бога. Вот в чем вы меня никогда не обвините, это в том, что я пилю бюджет, я делаю все для того, чтобы росли тарифы, не важно на что, начиная с железной дороги и заканчивая ЖКХ. И третье. Я никогда не получал и не буду получать откат. Никогда. Ну смотри, в Твиттере, мы договорились с тобой лаконично, да? Два сразу Твиттера я получил. Первый от Максима. Какой ужасный у вас сегодня гость. Политрук. Вот не знаю уж, почему тебя с Политруком сравнили, да? Ну тогда уж Политкану. Да. А дальше, значит, Андрей пишет. Отличная программа. Согласен с Кричевским на 100%. Комментировать не надо. Звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вопрос. Так, ты видел, я никого не отключал. Это что-то человек сам не взял. Руки были над столом, я свидетель. Еще раз попытаемся. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Я хотела бы задать гостю вашему такой вопрос. Говоря, слушаю. И не понимаю. Вот с одной стороны он говорит, выражайся вашу гражданскую позицию. С другой стороны он говорит, туда не ходи, сюда не ходи, на баррикады не надо, на митинги не надо. Я не понимаю, каким образом человек. Вот вы спрашивали, но я так и не слышала ответа. Отличный вопрос, Ксения. А да, Ксения, спасибо. Вот смотри, Руслан в Твиттере также пишет. Жаль, Кричевский не сказал, как выражать свою гражданскую позицию, кроме уличного процента. Совсем коротко, Юрий Алексеевич, предельно коротко. Неужели, дорогие мои, вы думаете, что выражение своей гражданской позиции это участие в митинге? Да вы просто взятки гаишеньку не давайте, и это будет уже выражение вашей гражданской позиции. Так, я не комментирую. Никита Кричевский напрямую с вами сейчас общается. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер, Павел. В продолжении предыдущего вопроса и темы очень коротко две посылки. Посылка номер один. Телекомен полностью согласен с господином Кричевским о том, что нравственность еще не окончательно вымарена денежными отношениями. С другой стороны, не согласен с ним по поводу того, что туда не ходи, сюда не ходи, там заскрелят, там ты на кого-то, на чью-то в мельницу выльешь воду, потому что, а как тогда понимать его же собственные слова и его маме, которая дает 100 рублей в поликлинике. То есть, получается так, призывают к тому, чего сами не делают. Это без иронии, а с уважением к присутствующим. Спасибо вам большое в отношении мамы. Что я могу сделать, дорогие мои? Что я могу сказать? Я маме не давать 100 рублей? Мама скажет, да, я не дам 100 рублей, но тогда я буду ходить в эту поликлинику не один раз и не на час, а два раза, три раза и буду сидеть там целый день. Вы мне можете поставить в упрек, что я не обеспечил ее платной страховкой. Да, здесь я с вами согласен, что я не перевел ее в платную поликлинику, и это принимается. Все правильно, потому что о родителях нужно забыть. Я не спорю, но я в данном случае ничего не могу сделать. Я бы не дал. Ну, то я, то я. А им так проще. Точно так же, как бизнесу. Проще расплатиться с чиновником, нежели чем собачиться и говорить, а вот Путин сказал. Василий из Воронежа спрашивает, у Никиты Кричевского политические амбиции есть? У Никиты Кричевского есть экономические амбиции. Что такое политические амбиции, я не знаю. Никита Кричевский и так достаточно плотно общается с властью, а вообще, я вам должен сказать, Юрий Алексеевич, и вы, надеюсь, подтвердите это, что я предпочитаю как можно меньше общаться с окружающими. Почему? Потому что я получаю максимум информации из сети, я получаю максимум информации из отдельных телепередач из радиопрограмм, в том числе и в программе «Реальное время» с господином Пранько. Вот. И, наконец-то, самое главное мое достижение в мои 43,5 года – это то, что я приобрел огромное количество друзей в виде прекраснейших экономических книг. Я с огромным удовольствием сейчас перечитываю Джона Мейнарда Кейнса «Общую теорию занятости, проценты и денег». А до этого, кстати, перечитывал, Юрий Алексеевич, после университета «Капитал Маркса». Кстати, великолепный, действительно, классик экономической и политической мысли, потому что я не устаю… Устающая проблема, Юрий Алексеевич, не соглашусь. Нет, я не устаю повторять Маркса. Нет, нет, нет. Хорошо, отдельную тему сделаем, отдельную программу по экономической теории. Только два замечания. Первое. Маркс вывел формулу «государство – частная собственность бюрократии» в точку попал. Да, да. Макс Вебер это сделал. Я к чему? Я к тому, что «Капитал Маркса» штудируют финансисты, когда учат свою смену. Почему? Потому что в финансовом секторе прибавочная стоимость не создается, она создается в секторе реальном. Это первый нюанс, а второй нюанс. Господа, когда вам, ссылаясь на Маркса, говорят, что капиталист ради 300% прибыли пойдет на виселицу, не верьте, это в «Капитале Маркса» не сказано. Это сказал господин Даннинг в своей брошюрке от 1860 года «Профессиональный союз из тачки». Я обещаю, что мы с тобой отдельно поговорим об экономической теории в отдельной программе. С удовольствием. Олег пишет. «И зачем нам говорят, сидите дома и никуда не ходите? Опять это заговор. Противно слушать гостя местами. Сидеть дома, боясь налить воду на чью-то мельницу. Глупо. Пока одного мельника не перекрутит текущую ситуацию, ничего не будет. Ни дача, взятки, менту. Смешно. Гость не имеет. Юрий Алексеевич, Юрий Алексеевич, Юрий Алексеевич. «Но всех опустел», пишет Олег. Юрий Алексеевич, да ходите вы, ради бога, ходите, участвуйте, но только я вас очень прошу, как человек человеков, будьте уверены в том, что вас не используют. Ради бога, участвуйте во всем, но только когда убедитесь, как это было, например, один из последних примеров с господином Прохоровым, которому вы в том числе поверили, он по Москве занял второе место на президентских выборах. И где эта фальшивка? Где этот, извините, клоун? Это оценочное суждение. Ничего общественного. Только личное. Где? Вам не покажется, что то же самое может произойти и с сегодняшними протестами. Вы будете использованы в чьих-то интересах, а потом все это сойдет на нет. Это первый нюанс. И второй нюанс, я заканчиваю. Есть масса других форм выражения гражданской позиции и протеста. Ну вот кроме дачи взяток еще. Слушайте, ну можно впасть в радикализм, можно вспомнить Сэмюэля Хантингтона, который говорил, что уход от налогов является культурно санкционируемой формой протеста против преступного политического коррумпированного режима. Хантингтон один из самых моих любимых авторов. Но в данном случае, я обращаюсь к слушателям, вот то высказывание, которое привел господин Кричевский, не означает функцию прямого действия. Ни в коем случае. Я сказал, можно уйти даже в радикализм. И он оправдывается теорией. Но вариантов выразить свой протест масса. Масса. Потому что вы можете просто элементарно, как я это делаю, ехать в машине, и когда перед вами какая-то свинья, извините за выражение, выкинет что-то из машины, я уж не говорю о пепельнице или о чем-то более серьезном, типа пластиковой бутылке, ну вы банально просто не молчите, не закрывайте стекло. Ну сделайте замечание, человек. Я никогда не обращал на обученные наших дорог. Да у меня вот буквально дня не был случай. Я в шоке. Дня не был случай. Стоим на перекрестке. Бычки вот как линии выведены. Свинья выбрасывает салфеточку из машины. Причем такая, знаете, интеллигентная, такая хорошая, красивая. Снять себя красавица. Да, да. Она наверняка участвует в протестном движении, говорит Путин должен уйти. То есть Путин должен и уйти за нас. Он должен... А может быть она член Единой России, Никита. И сделать за нас это должен, вы понимаете? А мы будем сидеть и ждать. Мы будем сидеть, Путин, ты уже ушел? Ушел, хорошо. А потом мы будем говорить, Владимир Владимирович, на кого ж ты нас оставил? Ты же не подготовил никакой связи. Буквальное время 65-10-99-6. Финам.фм. Наши средства связи у нас буквально с вами чуть меньше двух с половиной минут. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий. Я хотел сказать, если можно, про письмо Макаревича. Если можно, лаконично. Ну, лаконично это будет так. Макаревич проявил себя как халуй в последнее время. И письмо его халуйское. Вот, я считаю. Потому что... Алло, алло, я еще в эфире. Почему вы еще в эфире? Ну, ему надо аккуратненько, аккуратненько обозначиться, что он типа не при делах. Но когда реально шло разделение элиты, которые, ну, культурной элиты, которая влияла на умы вот после первых акций, вот я тогда смотрел очень внимательно, кто как высказывал позицию. И есть тоже музыканты. Есть Шевчук, есть Тинчев. Да. Они тоже хотят заниматься музыкой, но они для меня стали и остались людьми. А Макаревич тогда четко обозначился, за кого он. И он, по большому счету, сейчас, ну, наверное, думая о будущем, пытается как-то там присоседиться или отсоседиться. Вы, видимо, не сначала слушали программу. Я вас очень просил быть аккуратнее, потому что господин Макаревич человек очень обидчивый и мстительный. Ну, в нашей программе «Реальное время» это площадка для реальных дискуссий. Люди высказывают так, как они считают нужным. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Да, добрый вечер. Меня зовут Алексей. В общем, я единственное могу сказать, что в вопросах коррупции скорее ваш гость некомпетентен. По причине? Потому что, в общем-то, то, что он называет как бы откат 95 процентов, можно, скажем так, Андрею Вадимовичу сказать, что он не знает. Это называется хищение. Поэтому это имеет место быть и это есть. Что касается всего остального, там, как бы не высказываться, высказываться. Здесь, наверное, в общем-то, каждый решает для себя. Да, спасибо. Все правильно. Комментарий. Еще раз повторяю. Любые формы выражения своей гражданской позиции, но только с одним условием, чтобы вас не использовали. Виталий пишет, власть, похоже, добивается, чтобы оппозиции были не мирные, клоуны с ленточками, клоуны в кавычках, это реплика, да, а непримиримые популисты-радикалы, но с автоматами выдавливая первых, как можно не подчиняться правилам, не согласным, установленным местными чиновниками, играя на их поле по их же правилам. Ну, это реплики. Спасибо, Никит, за то, что нашли время. Спасибо вам. Будем встречаться. Спасибо нашим слушателям. Держитесь. Все будет хорошо. Никита Гречевский. Реальное время. Финам. ФМ. После краткого выпуска новостей. Итоги дня.